Зная правила движения, как таблицу умножения, закрепить знания детей по правилам дорожного движения в игровой форме решили сотрудники Косоавтоинспекции Карачаевского района совместно с отделом образования Карачаевского городского округа. Квест по правилам ПДД прошли команды соперники из пришкольных лагерей. Вместе с ними дорожные ребусы разгадывала и Фатима Даурова. Перед началом игры соперники повторяют речевки и девизы, потому что будут оценивать синхронность исполнения и уверенность речи. Четыре команды, представляющие городские школы, сошлись на главной площади Карачаевска, где пройдет квест-векторина по правилам дорожного движения. По словам организаторов, игра призвана формировать у детей правильное поведение на улицах и дорогах, развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику и мышление. Мероприятия проводим и задания проводились с учетом их возраста, то, что им интересно, то, что они хотели узнать. Всякие ребусы, детям, даже взрослым интересно разгадать эти ребусы. И вот увлекательное дорожное путешествие началось. Первая – это станция Пазл. Пазл – это, наверное, знатные люди Карачаев, нет? Квест представляет собой соревнование между командами. Задача – пройти игровые этапы согласно маршрутному листу и набрать максимальное количество баллов. Если ребята успешно выполнят все задания, отгадают все загадки и кроссворды, то в конце маршрута их ждет сюрприз. Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также руководит движением, то чьи сигналы вы будете слушать? Светофор. Светофор. ГИБДД. ГИБДД. Победителем квест-игры в командном зачете станет команда, которая пройдет маршрут максимально быстро и наберет большее количество баллов за выполненные задания на игровых точках-остановках. Преодолевая трудности, двигаясь дальше по сюжету к намеченной цели, команды проявляют характер. Такой игровой подход к обучению помогает лучше усвоить необходимый учебный материал, считают организаторы. Изучение правил дорожного движения в школах также необходимо, как изучение основных предметов русского языка и математики. Ведь безопасность жизни наших детей важна не менее, чем показатель интеллектуального развития, даже и значительнее. Участникам приходилось взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать эрудицию, проявить смекалку и демонстрировать свои таланты и знания. Правила дорожного движения я знала с садика, но знала я максимум пешеходный переход. А в школе прямо с первого класса нас начали знакомить с правилами дорожного движения. Самое главное правило какое? Самое главное правило это то, что правила дорожного движения нужно не только знать, но и соблюдать. Все-таки мы нашли, куда надо бежать, куда идти, к каким скамейкам, к каким людям подходить, спрашивать. Спрашивали у учителя, мы находили пазлы, мы работали всей командой. Потравилось? Да, очень. Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важнейших проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, считает старший лейтенант полиции Диана Джужуева. Страшная статистика смертности и повреждения здоровья во время ДТП просто ужасает. С начала года у нас в Карачаевске, в Карачаевском городском округе было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. К нашему сожалению, 4 человека погибли, 21 получили травмы, в том числе и 2 несовершеннолетних. Проведение такого рода мероприятия предиктовано самой жизнью. И чтобы был какой-то результат, нам нужно в совокупности, совместно с родителями, учителями и сотрудниками ОКИБДД проводить такие мероприятия. По итогам квест-игры самым лучшим знатоком правил дорожного движения оказалась дружная команда ребят из первой школы города Карачаевска. Именно им достался главный приз и диплом первой степени. Фатима Дорова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.